Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как вы видели на продаже появился Франкенштанг и Объект 244. По поводу набора своего мнения я уже сказал, по поводу Объекта 244 тоже высказал свое мнение и сделал на него абсолютно честный обзор. И как можно не уважить Франкенштанга и не выкатить его из ангара, тем более если он есть на продаже. Обожаю этот танк, просто суперская тачка, нестандартная, обожаю машины, которые не выглядят так же, как все остальные. Обожаю могильщика, уничтожителя, крушителя, короче говоря, все вот эти тачки, которые действительно ни на кого не похожи. Ну да, с крушителем погорячился, поговаривают, что похож на КВ-2 и так это и есть, ну ладно, вопрос не о них, вопрос-то о Франкенштанге. Чем он уникален? Первая его уникальность заключается в том, что у него есть отдельная своя механика, у него неуязвимый экипаж. То есть у вас никогда не будет критован мехвод, заряжающий, короче говоря, экипажа у него нет, это зомби-танк. Ну а соответственно вам аптечка не понадобится, хотя с другой стороны, как ее можно взять отдельно, если здесь ее отдельно взять нельзя. Я вожу с собой полный набор, универсальный, потому что использую и ремку, и огнетушитель в случае необходимости, плюс имею дополнительную ремку в комплекте. Второй фишкой данной машины является орудие. Я знаю всего два танка в этой игре, а точнее один танк, это Франкенштанг и СУ-100У, это ПТшка, которые обладают орудием, у которых на голдовых снарядах, в отличие от всех остальных, при использовании голды пробитие становится меньше, как вы видите, 196 на базе, а на голде уменьшается до 171, но при этом на базовом снаряде 460 урона и целых 530, если будете закидывать голдой. В этом истинная фишка Франкенштанга, и плюс к тому, ребят, у него есть, как вы видели, два орудия на выбор, и вы действительно сможете себе выбрать по вкусу, что вам больше понравится. Как видите, тот же самый ствол на СУ-100У, и что касается технических характеристик по орудию, то вот, пожалуйста, все то же самое, один в один. Короче говоря, ребят, вот эта сборная солянка меня не перестает радовать каждый раз, как я ее беру с собой в бой. Давайте сейчас возьмем, выйдем, покатаем, это не обзор, просто дань уважения классной машине и возможность показать ее вам. Поехали! Ну что, друзья, давайте попытаемся покататься, хотя подвижностью машина особой не отличается, я бы сказал, что она отличается особой неподвижностью. Но если бы при своей броне на седьмом уровне он еще и отличался какой-то мега-супер-скоростью и маневренностью, то это была бы прям совсем имба-имбовая и не давала бы шансов абсолютно никому. Плюс стоит отметить, что нам, в частности, сейчас не очень сильно повезло. Дело в том, что против восьмерок, безусловно, машина играется очень сложно, и я бы не сказал, что от этого боя я сейчас ожидаю каких-то мега-результатов. Я, безусловно, попытаюсь, как обычно, сделать все возможное, все, что будет от меня зависеть, в меру своих, безусловно, умений, но уверен, что ничем грандиозным это, к сожалению, не увенчается. Ну вот, к сожалению, факт остается фактом. Рандомный бой, рандомные результаты. Ничего никогда не нарезаю, вот сейчас попробую закинуть голдовым снарядом, если все будет окей, то нанесу жирный урон в 540 единиц. И в этом действительно фишка Франкенштанка, как я говорил, стоя в ангаре. Согласитесь, когда вы закидываете повышенный уровень урона своего соперника, это где-то как-то добавляет адреналина, добавляет драйва, и действительно получаешь массу удовольствия. Это как на КВ-2, знаете, заехать и дать фулл урон. Вот то же самое и здесь. Так, откатываемся. Великолепно. Еще и умудрились получить непробитие. Совсем красота. Что касается, ребят, разброса, что касается стрельбы на дальних расстояниях. Я не могу сказать, что сильно весело, угол склонения орудия вполне нормальный. Сейчас бросаю абсолютно наугад, надеюсь, что все-таки попал. Хотя, есть сомнения. Что касается времени перезарядки, то да, действительно долговато, но только если вы играете против восьмерок, потому что вам время вашей перезарядки гораздо тяжелее пережить. А вот если вы будете играть против ребят своего уровня, а уж тем более, если будете встречаться не с семерками, а с шестерками, то вам вообще в команде цены нет. Никто вас пробивать не будет. Вы будете смело кататься по карте, вы будете наносить урон, который будет просто, просто ошеломляющим для ваших соперников. И, что самое классное, что на Франкенштанке ты не устаешь абсолютно. Ну, по крайней мере, я не устаю. Заброшу? Нет. Я думаю, что заброшу. Стой, пожалуйста, ровно. Повезло. Повезло 152-й сушке. Сейчас можно было накинуть ей нормального урона. В принципе-то я в серое попал. Ну, игра есть игра, и, как вы видите, урон, к сожалению, не прошел. Ну что, поехали. Будем потихоньку продавливать. Есть фиксер, который, в принципе, не сильно отличающийся крепкостью. Хотя, в целом, здесь уже и голдовый снаряд-то не есть необходимым заряжать. Забрали. Очень-очень обидно. Ладно, поехали. Будем окружать его. Гонят Исайм. Я думаю, что есть шанс ему накинуть урона в корму, если сейчас ребята его не доберут. Ну, а если доберут, тогда будем надеяться на то, что хотя бы Прогу коцнем. Добрали все-таки. Без нас. Ну все. Прога, прощай. 319 единиц урона, один сделанный фраг, но 319 я имею в виду именно по Проге. Но дополнительная какая-то копеечка в копилку попадает. Ну что, давайте посмотрим на результаты. Посмотрим, чего у нас получилось сделать. Безусловно, не мега супер. Это я сам понимаю. Но все же, играя на Франкенштанке, выжить в бою против восьмерок, победить и при этом не с минимальным каким-то уроном выйти из боя, это действительно нормально. 1780 единиц. Что касается фарма, то согласитесь, довольно неплохо. 52 тысячи. Что касается, ну это правда с учетом прем-аккаунта, мне даже дис поставили, за что огромная благодарочка. Я просто не понимаю, за что. Мне вот даже интересно, кто это сделал. Ой-ой-ой-ой. А это даже не из нашей команды. И обиделся. Обиделся на меня за то, что он занял предпоследнее место в своей команде по урону и умудрился еще и последним быть. Вот так я эту уточку ему, наверное, отправлю, чисто в виде благодарочки. Ну а что касается тех ребят, которые действительно достойны уважения, то это уважение мы сейчас к ним проявим. Поставим им лайкосики. Ну и... Сейчас, одну секундочку. Ну и я думаю, что в принципе, ребят, мы можем попробовать еще раз заехать в еще одну катку в надежде на то, что нас бросит все-таки к своим ребятам по уровню, а не к ребятам на восьмом левеле. Блин, ну реально, жесть жестокая. Опять против преобладающего большинства восьмерок. У соперников всего лишь две семерки, ровно как и у нас. Причем, помимо меня, у нас еще и маленький такой недобиток, который будет летать по всей карте и, скорее всего, сольется первым. Ну ладно. Как я говорю, игра есть игра. Никаких подкруток, ничего никогда не вырезаем. В конце концов, мы смотрим с вами, по крайней мере у меня на канале, на танки такими, какие они есть на самом деле. Ничего не скрывая, ничего не приукрашая. Да и в целом, ребят, данное видео это не обзор. Это просто катка на машине, для того, чтобы вы понимали, как она играется. Без подробного обсуждения ДТХ, без подробного сравнения с другими машинами на уровне. Да и в целом, Франкенштанг это все-таки не тот танчик, который необходимо сравнивать с кем-либо. Это уникальность. Это уникальность, которую вы можете себе позволить по сравнительно небольшой цене. Единственное, что сейчас он на продаже стоит, если я не ошибаюсь, за 3,5 тысячи золота. И с учетом того, что его выставляли за 2,5, а именно на косарь дешевле получается, то, безусловно, покупать за 3,5 это уже немножко перебор. Хотя, по-честному, Франкенштанг стоит своих 3,5 тысяч голды. Ни в коем случае никого из вас я не агитирую приобретать себе данную машину по данному ценнику. Вот когда он стоил 2,5, я с пеной у рта кричал по поводу «Ребята, не пропустите, пока есть такая возможность, пользуйтесь этой возможностью обязательно, берите себе и будет вам счастье». За 3,5, ребят, тут просто надо подумать, надо оно вам или не надо. Мне лично надо. Я бы, не имея данной машины, наверное, взял бы, психанул и купил. Так. Постой секунду. Ай-яй-яй-яй. Да. Точность, все-таки, ребят, не конек Франкенштанга. Его конек это повышенная альфа. А че ж ты выперся туда, для того, чтобы потом кричать «Помогите, помогите». Может, не надо было туда выезжать, в принципе, изначально? Супер. Здесь я еще и загуслил, товарища. Далеко пойдем. Результаты будут по бою шикарные. Показал машину во всей красе. Прорекламировал, все как надо. Не отъезжай ты, но... Ну, наконец-то. Наконец-то достойный урон. Единственное, что это единственный результативный выстрел пока за бой. Привет, малыш-шпиц. Решил составить мне компанию. Да я и сам сольюсь без тебя. Ну-о-о-о. Давай, не минжуй. Поднимайся, наверное. Так, теперь наш выход. А ну, светони мне какую-нибудь серую зону свою, для того, чтобы я сейчас мог тебе нормально накинуть. Не успел. Не успел. Мог сам его добрать, но мне, слава богу, помогли. Ладненько. Давайте будем смотреть на результаты. Хотя в данном бою результатов, как таковых, нет. Повторюсь еще раз. Против восьмерок действительно играть сложновато. Но сам танк очень фановый. Очень интересный. И если вы не гоняетесь за статистическими показателями, а вас интересует исключительно настроение, с которым вы выходите из боя, то поверьте, Франкенштанг вас не обидит количеством позитивных эмоций, которые вы сможете на нем вывозить за бой. При своих вот этих вот результатах боя я получаю с прям аккаунтом 38,5 тысяч серебром. Слава богу, не в минусе, не в очень большом плюсе. Но все же, результативность никудышнее в данной катке. Но все же играли против восьмерок, которые перекинулись на совсем другой фланг, а с нашей подвижностью, ну не судьба нам их догнать. Ставим лайкосы лучшим ребятам по данному бою и давайте будем подводить итоги. Итак, друзья, что могу сказать от себя? Мне Франкенштанг очень нравится. Я очень люблю фановые нестандартные машины и действительно получаю от них массу удовольствия. Если вы такой же по взглядам человек, как и я, то вы, наверное, фанитесь, играя на, не знаю, там, Дракуле или играя на Фараоне. Плюс к тому вы, возможно, имеете в коллекции у себя могильщика. И я больше чем уверен, ребят, что Франкенштанг вам в ангаре абсолютно не помешает. Вопрос только цены. Готовы ли вы 3,5 тысячи отдавать за этот танк? Готовы? Тогда, поверьте, он вас не обидит. Ну а если не готовы, то подождите предложение за 2,5. Я думаю, что рано или поздно разработчики к этой теме вернутся. Я побежал снимать для вас абсолютно честные обзоры и новые видео. Ну а вы прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение по поводу Франкенштанга. И вообще, пишите что-нибудь в комментариях интересненькое. Я читаю абсолютно все и практически на все отвечаю. Мира вам, друзья мои, и абсолютного спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok